Добрый день, здравствуйте! Я сегодня хочу рассказать о методах самоипноза. Добрый день, здравствуйте! Я сегодня хочу рассказать о некоторых методах самоипноза. Обычно япноз хорошо получается, когда вас ведет япнотерапевт. Но на самом деле есть некоторые нюансы и специальные техники, которые помогут вам самому себе себя ввести в это состояние япноза. Есть еще техники медитации. Это тоже можно сказать, что это трансовое определенное состояние организма. Но есть и техники самоипноза, то есть работа с вашим бессознательным, для того, чтобы получить какие-то ответы на интересующие вас вопросы. Например, на уровне сознания вы какой-то вопрос не можете для себя решить. И тогда можно обратиться к вашему бессознательному. И я сейчас хочу рассказать, поделиться с вами некоторыми техниками и способами, которые могут легко добраться до вашего бессознательного и получить ответы на интересующие вас вопросы. Первый способ – это метод Юнга, называется метод ассоциации. Например, у вас есть какой-то интересующий вас вопрос, вы не можете никак получить на него ответ, вы всю голову уже сломали, а ответа нет. Есть очень простой способ. Берете лист бумаги и к этому своему вопросу выписываете 16 ассоциаций, при этом не думая, не включая голову, а просто первое, что придет вам в голову, вы пишете. Вот 16 слов или 16 ответов, и даже если они кажутся вам совершенно абсурдными, ничего не бойтесь, ничего не стесняйтесь, пишите, вы сами с собой работаете. Когда эти 16 ассоциаций будут у вас написаны, вы их сравниваете. Ну вот по вашему ощущению, к какому слову, к какому ассоциации у вас лежит душа. То есть первое или второе, третье или четвертое, так попарно их сравниваете, 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 и в итоге у вас оказывается их не 16, а 8. Следующий этап. Вы сравниваете попарно то, что осталось. Сравниваете, сравниваете, сравниваете. И так далее делайте, пока у вас не останется один ответ, то есть одна ассоциация, и это и будет ответом на ваш вопрос. То есть это будет ответом вашего бессознательного на тот вопрос, который вы не могли решить. На первый взгляд, иногда бывает так, что этот ответ бывает, ну, каким-то странным. То есть на уровне сознания вы его не принимаете. Но ваше бессознательное вам говорит именно так. И если вы подумаете чуть-чуть и почувствуете себя, вы поймете, что на самом деле это правильный ответ, и он может сработать. То есть именно ответ может быть достаточно правильным, важным и главным. Вот второй метод. Этот метод аффирмаций. Вот вы, наверное, видели, что по ТикТоку гуляют такие видео, когда женщина говорит, «Я встаю с утра в 6 часов, я легко встаю, я самая красивая, я самая обаятельная и привлекательная, деньги причиняют мне добро на каждом углу» и всё такое прочее. Ну, то есть сам себя убеждаешь в том, что у тебя уже есть то, что ты хочешь получить. И таким образом получается так называемый обман своего сознания. Благодарю за лайки. Спасибо большое. Обман своего сознания. И человеку начинает казаться, что он уже сделал первый шаг, чтобы это всё получить. То есть это уже практически нежелаемое. А когда мы говорим, что «ум, у меня это всё уже есть», и мы начинаем это произносить словами, то мозг как бы уже начинает расслабляться. Речь идёт о самоипнозе и методе самоипноза. И я сейчас рассказываю о втором методе – это метод аффирмации. То есть самоипноз – это методы или специальные техники, которые позволяют быстро, легко добраться до своего бессознательного, получить какие-то ответы или получить желаемое что-то, какой-то желаемый результат. И вот метод аффирмации – это как раз прожилаемый результат. Когда мы хотим денег, работу, каких-то внутренних сил, какого-то внутреннего ресурса. Каждый это делает по-своему. Но когда мы проговариваем вслух, как будто бы у нас это уже есть, то, что мы хотим в будущем, то, что на самом деле нету, но мы это проговариваем так, как будто бы это уже есть. И тогда мы обманываем своё сознание, и на бессознательном уровне у нас происходит расслабление и более быстрый доступ, как будто бы Вселенная начинает нам это действительно давать. Но тут нужен такой нюанс учитывать, что вы должны где-то в это верить, что у вас это есть. То есть не хватает, может быть, какой-то решительности или смелости. Но на самом деле вы знаете, вы чувствуете, что всё, что вы говорите, у вас это есть. Что вы можете и денег пойти заработать. И с людьми легко общаться. И что там ещё. И вставать в 6 утра вам будет легко. И ложиться всю ночь, видите, сновидение прекрасное. То есть это всё для вас доступно, но по каким-то причинам у вас есть ограничения. То есть аффирмация – это работа с ограничениями. То есть когда вы таким образом обманываете свой мозг, вы убираете эти ограничения, и всё для вас становится доступно. То есть эти ресурсы, они как будто бы освобождаются. Вы даёте разрешение этим ресурсам освободиться и начать в вашей жизни их использовать. То есть они появляются реально в вашей жизни. Так, третий способ у нас – это способ диссоциации. Обычно этот способ, сам гипноза, он работает, когда у нас есть какие-то две вещи, которые могут быть противоположны. Ну, например, я хочу донести до вас информацию и получить результат, чтобы правильно донести. Но я хочу при этом сделать всё идеально. И у меня получается, что как будто бы на одной руке результат, а на второй руке у меня идеальный способ достижения этого результата. И вот когда я, например, расслабляюсь, да, и начинаю эти руки сводить, ну, для вас это может быть что-то другое, да, то есть это я для примера привела. Вы расслабляетесь и начинаете эти руки сводить. И мысли, которые у вас появляются, когда вы их сводите, то есть их тяжело сводить, и начинается голова работать, и бессознательно работает. И когда вот я их, наконец, свела, у меня появляется мысль, что идеально не обязательно. То есть важнее результат, да. А идеальность – это вторично. Потому что идеально, идеального вообще ничего не бывает. Кто у нас идеальный? У нас, мы не боги, чтобы быть идеальными, да. У нас есть у многих такое качество, да, как перфекционизм. Хочется быть лучшим во всём, хочется быть, превосходить всех во всём. И если я что-то делаю, я должен делать это идеально, или я не буду делать вообще, или вообще будет критика, к чему я очень сильно боюсь. Но тогда я не буду делать ничего. То есть я понимаю, что чего же я боюсь критики, или быть идеальной, да. А это вещи несовместимые. Я хочу получить результат. И тут, если моё бессознательное говорит, что всё нормально, делай результат, и неидеальность тебе прощается. То есть как будто бы даётся изнутри разрешение быть неидеальным. То есть вот такой вот простой способ. Вообще у психологов все способы достаточно простые. И как-то люди их не применяют, кажется, да что там, ну то есть происходит обесценивание, да. Кажется, что да это вообще не поможет. Но на самом деле помогает. Попробуйте. Вот попробуйте, напишите мне потом там в личку или в комментариях. Мне интересно. У меня работает. То есть здесь важно это намерение. То есть насколько сильное намерение, насколько ситуация вас там достала, да. Насколько вы хотите изменить эту ситуацию. То есть и от этого зависит, сработает это или не сработает. Если не достало. Как притча о собаке, знаете. Да. То есть если настолько больно, что можно скулить, значит будем жаловаться, да. А если уже настолько больно, что нужно слезать с гвоздя, тогда нужно работать. То есть намерение, сила намерения – это одно из важных вообще понятий, когда вы идете в работу с психологом, либо самым гипнозом. То есть вообще начинаете работать над изменением вашей ситуации. Над получением какого результата, который вам нужен. Сегодня день такой солнечный. Это же прекрасно. Такая замечательная погода поднимает настроение. Прям даже силы как-то дает. Ага. Так, про диссоциацию я вам рассказала. И расскажу еще вам про путь художника. Знаете, есть такая книжка Джеймс Кэмерон «Путь художника». Когда она попала мне в руки, я вообще думала, что это про художников. Мне муж ее принес с работы, говорит, вот ты у меня художник. Я периодически, у меня хобби есть такое. Я пишу маслом картины. Вот тут, наверное, будет интересно. Но когда я ее открыла, я поняла, что это не про художников. Ну, то есть вообще не про художников. Это про психологию. И, возможно, эта книга как-то поспособствовала в том, чтобы я пошла все-таки в психологию как в профессию, а художество свои оставила на хобби. Ну, так вот. Там есть такое правило, правило творчества. Ну, это я его так называю. Там он называется немножко по-другому. То есть, когда вы утром просыпаетесь, у вас должна происходить такая встреча с вашим творчеством. И если вам в голову ничего не приходит, вы должны расслабить свое сознание и обратиться к бессоздателю. Возьмите лист А4 и начинайте писать все, что вам приходит в голову. Вот абсолютно все. Там вот сегодня утро я должен написать, потому что у меня там бессознательный доступ. Ну, в общем, все, что приходит к вам в голову. Насколько бы это странно не звучало, пусть эти мысли из вас льются, льются, льются. Это, что это дает? Это дает то, чтобы вы перестали себя блокировать. То есть, блокировать ваши мысли. Иногда, как критик срабатывает, что я тут ерундой занимаюсь, что я тут пишу всякую ерунду. Но на самом деле, когда вы снимаете вот этот блокиратор, да, и мысли начинают литься, когда вы себе, опять же, разрешаете, получается, что разрешение самому себе – это вообще одна из самых главных вещей. И вы себе разрешаете быть неидеальным, говорить странные вещи, писать странные слова. Как правило, к концу написания этого листа, то есть, вот вы пишете, пишете, иногда прям сразу, там, на десятой строчке или на пятом слове, вы уже приходите к ответу, на который вы хотите получить ответ, на вопрос, который вы хотели получить ответ. А иногда к концу, ну, к концу приходит обязательно. Вот 99,9% с кем я работала, у всех они приходят к ответу. Иногда ответ им тоже кажется странным, потому что он идёт от бессознательного, да, а их привычный образ жизни, он несколько другой. Но, тем не менее, ответ приходит. А другой вопрос – насколько вы готовы брать и менять свою жизнь, да, выходить из зоны привычного и что-то делать, чтобы добиться результата. Я благодарю всех, кто был сегодня со мной. Я вам шлю лайк, на всех подпишусь, кого увижу, и подписки у меня взаимные. Спасибо, что были со мной. До свидания. Желаю вам хорошего солнечного дня и отличного настроения. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok